Каждый мужчина мечтает иметь женщину, которая ему непосредством. Хорошая пьянка — это когда ничего не помнят, но есть что вспомнить. Плохая — когда все помнят, но нечего вспомнить. Бог видит все, но в свидетели не пойдет. Человек, который с самого начала ведет себя достойно, избавлен от угрызений совести. Если отказаться от проституции, то мир задохнется от похоти. Каждому человеку, пока он не нарушает законов справедливости, предоставляется совершенно свободно преследовать по собственному разумению, свои интересы, конкурировать своим трудом и капиталом, с трудом и капиталом любого другого лица. Человек — это животное, которое совершает сделки. Никакое другое животное не делает этого, ни одна собака не обменивает кости с другой. Очень плохо потерпеть поражение в битве с иноземными воинами, но еще горше быть побежденным иноземными женщинами. Вижу, что будет великое состязание над моей могилой. У порядочного человека везде дом, где он, там и дом. Столько люблю, сколько мне следует. Покупать книги только потому, что они выпущены известным издателем — все равно, что покупать совсем не приходящийся в пору костюм только потому, что шит он известным портным. Большинство людей ищет общество, не столько с целью слушать, сколько говорить. Доброе имя есть принадлежность, каждого честного человека, но я заключил доброе имя в славе моего Отечества, и все деяния мои клонились к его благоденствию. Не бойся смерти, тогда, наверное, победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Ревность — это результат сильного и глубокого чувства неполноценности. Как правило, ревнивый человек, боится не удержать своего партнера, и в тот самый момент, когда он хочет управлять им и влиять на него, различными проявлениями ревности он только выдает свою слабость. Под самоизоляцией человека, нетрудно обнаружить фундамент исчестолюбия и тщеславия. Дантист — фокусник, который, сунув вам в рот железяку, достает из вашего кармана серебро. Беладона, в Италии — красивая женщина, в Англии — смертельный яд. Поразительный пример глубинного сходства двух языков. Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения. Что такое любовь? Не знаю. Не потому что не знаком, а не знаю, как определить. Человек никогда не может вернуться к исходному пункту, так как за это время изменился. И разумеется, нельзя убежать от себя самого — это то, что мы несем в себе наше духовное жилище, как черепаха-панцирь. Годы, проведенные на чужбине, можно уподобить ветвям, отсеченным от ствола. Только свободная нация обладает национальным характером. Нелепо, отвеивая Микину от хлеба, и исключая из войска слабых воинов, не освобождать государство от дурных граждан. Только мудрец достоин любви, безгрешен, друг себе подобных и ни в чем не полагается на судьбу. Умный любит учиться, а дурак учить. Если вы хотите ощутить одиночество, тогда занимайтесь чужими делами. Если ваш разум ясен, вы можете выйти через дверь прямо сейчас, без друзей, без работы, без семьи, без денег, без всего, и жить абсолютно счастливыми. Вы не можете не иметь изобилия в раю. В тишине за пределами веры все понятно. Куда идти, что делать и когда. Это все. Из всех страстей человеческих сильнейшее — самолюбие, которое, будучи оскорблено, никогда не прощает. Бывают люди, которые отвратительны при всей безукоризненности своего поведения, потому что она в них есть следствие безжизненности и слабости духа. По-настоящему богат лишь тот, чьи удовольствия обходятся дешево. Счастье капризно и непредсказуемо, как бабочка. Когда ты пытаешься его поймать, оно ускользает от тебя, но стоит отвлечься, и оно само опустится прямо в твои ладони. Богатство — любой доход, который хотя бы на 100 долларов, превышает годовой заработок мужа-сестры вашей жены. Ревность — точка зрения, согласно которой дурным вкусом отличаетесь не вы один. Разнообразие — одна из благодетелей женщины. Оно устраняет примитивную потребность мужчины в многоженстве. Если у вас хорошая жена, то у вас дома, наверняка, духовный гарем. Библия учит нас любить ближних и врагов, может потому что это одни и те же люди. Никогда не обольщайся хорошему отношению, тебе найдут замену с такой скоростью, как будто тебя никогда и не было. Война — это способ богатых людей защитить свои интересы, посылая детей среднего и бедного классов на смерть. Брак напоминает ситуацию, когда ты опускаешь руку в мешок со змеями в надежде, вытащить оттуда угря. Покрылись тьмой мои глаза, и все же просится слеза, кто мало видел, много плачет. Глаза — вот это вам расплата за то, что изливали свет на недостойный вас предмет. Крайняя противоположность любви вовсе не разлука, не ревность, не забвение, не корысть, а ссора.